За свою более чем столетнюю историю заключенные в крестах впервые участвуют в таком событии. О пасхальном фестивале в тюрьме никогда не слышали. В храме Александра Невского, расположенного на территории изолятора, все готово к праздничному молебну. Митрополит Ладожский и Петербургский Варсонофий молятся за тех, кто отбывает здесь свой срок, и тех, кто добровольно избрал это нерадостное место своей работой. Желаю всем пасхальной радости, хорошего настроения, и пусть Господь укрепит вас в вашей жизни. Это письмо священномоченника Павла Черханова. Актер Валерий Ивченко читает так, что мурашки по коже. В 26-м году, находясь в заключении на Соловках, священник, несмотря на угрозу быть расстрелянным, служил полтора часа шепотом Пасху в недостроенной пекарне. Волною морской запели мы, и странно, странно отзывалось в наших сердцах эти слова. На импровизированной сцене хор Воскресенского Новодевичьего монастыря и грузинский ансамбль баллада. Музыка в этих стенах звучит особенно пронзительно, усиливает каждое слово. Трансляция идет еще на 4 СИЗО. Концерт в режиме онлайн смотрят женщины и подростки, отбывающие наказание. Координатор проекта, священник Дионисий Харин, задумывая фестиваль в крестах, стучался во многие двери, но поддержку нашел только в кругу семьи. Общенациональная программа увидела в проекте не просто социальную акцию. Символ обновления и надежды для отверженных. Худрук общенациональной программы в кругу семьи Федор Добронравов словно забыл о своем актерском статусе. В кресты приехал не убеждать, поддержать. Тот лучик надежды, который всегда должен быть у человека внутри, пусть он не тухнет, а возгорается. Организаторы фестиваля наградили детей сотрудников за творческие работы, посвященные Пасхе. Рисунки и декоративные изделия представили на конкурсы осужденные. Александр Ковтунец, президент программы в кругу семьи, не сомневается. Пасхальный фестиваль в крестах будет проходить каждый год. Для одних это прозрение, шанс начать жизнь с белого листа. Для других, оставаясь на страже закона, не ожесточить свое сердце. Продолжение следует...